За последние 15-ти годов в плане беспроцовья у Гомеля самым несприяленным был 2009-й. Тогда на улице поставили 11 340 человек. По всех прогнозах, всё ли это эта лечба будет на треть меньше? Створение новых працовных мест, профессиональная переподростовка беспроцовных, да помога у открытия властной справы, организация часовой занятости, проснакирование на оплачиваемые громадские работы. Это были основные накерунки, которые позволили не только утримать ситуацию под контролем, али и выполнять усе показчики, предназначенные городским планом мероприемств по реализации державной программы занятости. Причем в рамках борьбы с социальным утриманством працовы отковали навод тех людей, які ранее працовать принципово не жадали. В общей сложности в пределах больше трех тысяч за два эти года. Люди, которые годами, даже десятилетиями работали в связи с принятием этого закона, обращались, поэтому эта работа будет продолжаться. В улице Пролетарская, 18, минавито по гэтам адресе, знаходится Гомельский городский центр занятости. Сегодня тут кажуть об наявности сотни вакансий. Инша справа, что не усе беспросовные погаджаются с пропонуемой зарплатой. Швачка можа зарабить 300 рублёв, танковщик 500, урач, в залежности от квалификации установы, от 240 до 570. До речи, зараз самой запотребованной специальности в медицине и социальной сферы. От всех заявленных вакансий у нас поступает около 25% по отрасли строительства, 42% от отрасли здравоохранения и социальной услуги, от промышленности обрабатывающей 12%, оптовая и розничная торговля около 6%, ну и по образованию около 5%. Один из направлений работы, якому у Гомеля надается особливая увага, что працовница с наймальниками по управлению, по праце, занятостей социальной обороны, насильницам погаджаются некоторые керевники предприемства и еще могут не поведомлять об иснующих вакансиях, или это больше выключение, чем правило. У речи, это невыгодно, перш за счет самим наймальникам. Не ставится задача нанимателю навязать кого-то, а ставится задача, чтобы наниматель предоставил вакансию и выбрал. Пусть он выбирает с 10, с 20, с 15 человек. Того, кто больше покажет ему, даст возможность повысить производительность труда, более эффективно будет работать. А тот, кто будет видеть, что идет конкурентно, не просто отбирает наниматель, а конкуренция, он пойдет тогда на переподготовку, повысит свою квалификацию и будет востребован на рынке труда. Что оттечется наступного года, то головная задача застается раннейшей – заховать сбалансованность на рынку працы. При этом больше уваги плануется надать адаптацию до просовной деятельности инвалидов, а так само працы ласкования беспросовных взвлекло выпускников средних и высшедших на высшайных установках. Олег Сентюров, Валерий Капанько, телерадио «Компания Гомель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Компания Гомель» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова